И вот пришла она, долгожданная пора вкусных арбузов. Но стоит ли покупать первый попавшийся арбуз? Вот в чем вопрос. Как оказывается, нет. Сегодня происходит рейд по незаконной торговле в городском округе Истров при содействии администрации города. Плюс присутствует местная власть. Здесь прописана законодательная база, которую каждый гражданин Российской Федерации должен соблюдать. На сегодняшний момент люди не хотят прислушиваться к рекомендациям. Как вы видите в этой точке, на сегодняшний момент нет ничего положительного. Тем более, это находится на центральной площади. Рекомендую вдоль трасс вообще ничего не покупать. Лишь по одной причине, что есть доказательная база рекомендаций, что выхлопные газы впитывают, особенно в бахщевые. Плюс ко всему не покупать на развалах, потому что никто не знает, откуда это и что. Потому что, к сожалению, не каждый продавец может предоставить сертификат или еще что-то либо. Я просто желаю всем потребителям быть более бдительными. Это наше здоровье на самом деле. Я тут родилась, я тут выросла, я тут живу. Я прекрасно знаю, сколько точек у нас гораздо в более худшем состоянии. А что вас сейчас обижает, скажите? Ну, вы мне сказали, что вообще полностью. В принципе, у меня все, у меня на земле ничего не стоит, все стоит на поддонах. На поддонах даже нельзя. Почему? Слушайте, рядом проезжая часть. Откройте правила торговли. Подробатив в Московской области. Сейчас есть стандартные образцы торговых точек, нестанционированные, где должны быть определенные ячейки, куда перекладывается из транспортировочной тары. Если вот брать по-правильному. Из транспортировочной тары? Ну, это же маразм. Продукция от торгового стола должна быть на расстоянии не менее 60 сантиметров. Ну, не все люди могут себе позволить зайти в азбуку вкуса. Там, где разбирают, 10. Нет, я сейчас не слышу. На земле ничего не должно находиться. Прилавок должен быть на высоте 60 сантиметров. Правильно. В принципе, он так и есть. Сейчас, на данный момент, вот эта вся часть у вас лежит на земле. Это считается земля. Принимаются меры, узаканчиваются точкам. Мы рады вас видеть в нормальном облике, без вот этих чудо-зонтиков. И самое главное, в продаже на территории Московской области бахчевых сладка запрещено, чтобы высота. А как она не запрещена? Есть специальные сетки нового образца. Это не сетка, это сетка запрещена. Да где же нам столько денег бедным набраться, чтобы новых образцов набрать? В магазине ужасные овощи. А здесь? Мы лежащие на рынке, надо в город ехать, а нам с дачи очень удобно. Мы всегда качественные, кстати. Никто ни разу не травился. У нас все здесь покупают. В отношении индивидуального предпринимателя был составлен административный протокол по 14-й главе Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, который гласит, что это правонарушение в области предпринимательской деятельности. Так как у лица не было достаточных документов для осуществления торговой деятельности, соответственно, оно было подвергнуто административному наказанию в виде наложенного штрафа, который будет наложен по решению мирового суда, когда будет передан материал. Наверное, почему не стал? Ну, это денег нет. Ну, вот видишь, на товар деньги есть, торговать хочу, но денег нет. Уважаемый, машина кого оформлена? Курсаком он живет. Курсаком. Это прекрасно. Если владелец живет в курсаке, скажите мне, пожалуйста, почему машину здесь делаем? Держи, поставим. Ребята поставим? Да я ему попросил. Да? Давайте тогда владельца сюда вызовем. Если внешний вид точки отличается от регламентированного, высокий риск отравления некачественной продукцией. Список из 14 официальных точек вы можете найти на сайте ИСТРРФ, в газете Истринские вести или на сайте администрации. Алена Кудырько, Михаил Моралов, ИСТРРФ.